Вот и дождались. Иван Дорн прибыл в столицу и встретился со своим другом и по совместительству диджеем Фёдором Фоминым. Отметить встречу музыканты решили опять же за работой. Сейчас Иван уже достаточно популярен в России, но мало кому известно, что именно Фёдор впервые в нашей стране начал использовать вокальные партии Дорна в своих сетах. Я поставил эту песню и, как всегда, московские снобы сказали, ну что это за ерунда, Федя, зачем ты ставишь эту русскую гадость? И спустя год-полтора вся Москва и окрестности нашей страны начали говорить о Ване Дорне. Талантливый человек талантлив во всём. Это устоявшееся выражение очень точно характеризует Ивана. Дело в том, что в тот вечер он предстал в непривычном для многих ампуле диджее. Я горжусь тем, что Фёдор Фомин говорит мне, что я молодец. В общей сложности ребята отыграли бэк-тубэк более трёх часов. Лишь раз прервавшись на интервью, публика была в восторге. А когда Ваня решил исполнить пару своих хитов, танцпол просто взорвался. Впрочем, и сами музыканты получили истинное удовольствие от происходящего. А теперь внимание! Russian Music Box эксклюзивно покажет, что же ещё может делать Иван Дорн. Артист всерьёз намерен открыть в себе другие таланты, чтобы стимулировать внимание поклонников. Иван предполагает расширить рамки своих возможностей и готов буквально на всём. А если без шуток, то певец продолжает активно работать и уже выбрал песню, на которой будет снят следующий клип. Это медленная композиция с синими, жёлтыми, красными. А за подробностями следите в эфире Russian Music Box. Украинский стационар специально для Russian Music Box. Не стесняйтесь.